Субтитры делал DimaTorzok 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 То есть чтобы администрация области Администрация области услышала нас Они не слышат нас Помимо того Мы им устроили Теплый прием, они нам стят Ставят сюда еще своего ставленника Да, это что, нас слышат? Нас затыкают По Волоколамскому району Был приказ вчера Ни в одной организации Чтобы разговоров не было О ядрове Если кто-то заговорит Плоть до увольнения Это говорю не просто так Это Росгостра У меня там работают родственники У меня у Энергос Быть и то же самое, друзья Я говорю, пойдете сюда Мы с вами, но нас уволят Врачи диагнозы не пишут вообще Единственный терапевт Который написал отравление Неизвестным газом Ее вызывали в наши органы Я не знаю, уволили ее или нет Это единственный терапевт нашего района Ее уволили Как ее зовут? Табакова что-то? Да Табакова Ксения Вячеславовна Она единственная дала И ее уволили Пусть переносит, убирает эту свалку Нет, наша пусть Это их не обязанности Дегазировать Пусть здесь будет У нас всего 9 машин Она 40 лет не пахла За полгода 9-этажный дом насыпали Везут одну химию Здесь нету деревообрабатывающей промышленности Здесь не химию Из Курчатского института С онкологических клиник несут Это бомба Атомная бомба Медленного действия И исправить они, я не знаю Они этого уже не смогут Время прошло И она начала болеть Она у всех сейчас болит И я никого не боюсь Пусть ко мне приезжают Я пенсионерка Головные боли у всех Я нищая Пенсии у меня самые принимаются Недвижимости нет Угрожать? Да пусть угрожают Она них на всех хотела Я никого не боюсь Я боюсь за здоровье наших всех детей Сюда посмотрите вокруг Здесь он что-нибудь боится? Нет Люди мы боимся? Нет! Мы за здоровье детей и внуков боимся Мы уже о себе не думаем Мы уже в больницы не идем Нас не принимают Там детей просто забито Больница на улице очередь Дети все сыпьи Сегодня покрылись Рвет всех До сих пор эти последствия идут Уже Волоколамск Он давным-давно забыл Так, закрыть Ядровой! Закрыть! 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 А начальство поселит здесь Они гоняют из пустого в порожние Все что они там делают Пустили Когда я подошел к этому Наш начальник безопасности Вы селились Все это обман! А вы не в списке Я уже не в списке Я уже не в списке Потом пустили Потом пустили Ребята провели А кто составлял список? Я не знаю Я увидел только Я просто как гражданин Хотел прийти и посмотреть Я много чего пропустил Я единственное понял одно Спросил у людей Что они не собираются его закрывать Они как они сказали Мы вам сделаем дешевое электричество Закрывать они его не собираются Они трубы Мы поставим вам там в апреле генератор Они трубы ставят Будем открытым пламенем его сжечь вам С факелами без гитов А ну это что тогда с Ленинградом сюда ввозить Ну да Народ оправдичков То есть голландец будет на нас зарабатывать А ты знаешь Сычах, правда? Вот взял Да, там собирались Сычах Я не знаю Нет точно Но... Да Weходили с л transgender А там вообще беда Там же списки Нам вообще хотят все Я racist Говорят уже подписали Город вот сейчас Я не знаю Весь город с нами становится согласиться Первое У нас есть несколько требований К областной власти Да Первое. Закрыть. Вот это здесь. Все закрыть. Оставить для города. Мы же понимаем, что Латашинский и Шахарской районы с покон веков пользовались. Не пахло. У каждого своя помойка. Она не будет пахнуть. Дегазировать, убрать они это обязаны. Это не подвиг их. Это их не работа. Насрали, пусть убирают. Так? Мы также понимаем, что если нужна понятно, что от мусора никуда не денешься. Это понимают все. Значит, тогда нужно найти место, где по кругу, там километров 30 никого не будет, да? Пожалуйста, делайте там только перерабатывающий завод. Не сжигающих никаких. А им нормальный производитель. И еще одно требование, которое каждый присоединится здесь. Никаких пришлых, прихожих нам туда не надо. Не надо, нет. А еще я скажу, а всю помойку с Московской области пусть везут в Барвиху, на Рублевку и в Кремль. И там завод пускают. И там строят сжигательные заводы. Да. Экологически чистые, которые. Нет, они сказали, что все чисто. Ну пусть все. Пускай у себя строят и складывают. И чтобы наказали, кто это все сделал. А ОМОНа-то нету. Они боятся. Да, вон они сидят. Они за заводом стоят. Потом говорят, вот народ, протестные движения. Подождите, а что делать-то остается? Заплатили ему. Делать что остается? Что такое? То есть нам будут вешать лапшу на уши годами. Идите, идите, отдыхайте. Мы тут сами о вас позаботимся. Лагерь откуда? Дай я последнюю лагерь поставлю. Мы здесь маленькая искорка. Нас мало. Все пишут 20 тысяч, 25 тысяч. Область 43 тысячи жителей в районе в Волоколамском. И мы все маленькая искорка. Но из этой искорки уже разгорелось очень большое пламя. Да, сейчас по всей России мы молодцы. Да, волоколамцы? Да! По-моему, хватит. Ну, а что еще будет? Пишите правду, проверим все ваши издания. Я корректирую. Молодцы. Пишите правду. Походите по народу, по 360 прогнали отсюда. 360 вообще здесь делать нечего. А они вон там стояли. Вот там пусть и стоят. Нечего там здесь. Ну вот, я подходила, говорю, а вы здесь что делаете? Мужчин какой-то давал, и ему не все. Они все в свою сторону все вывяжут и по-своему все служат. Я когда посмотрел, кого они нам сюда назначили, я чуть не оболкал. И я тоже. В интернете вся информация есть. Мы не можем, да, референдум сделать, или как-то, сами-то выбрать жителей, должны сами выбрать главу. Товарищ, которого нам сюда назначили, который он не товарищ, занимается решением вот таких проблем. Он риэлтор, или как, девелопер. С двором, да. Да, да, да. Людей оставил здесь в квартире. И они все привласти, главное. Все привласти. Свой Волоколамский. Волоколамский город. Которого можно спокойно пригласить, сказать, ответь. Который можно сказать, что-то не может принять решение, вот собрал людей и сказал, давайте подумаем, как нам сделать вот все вместе. Решение приняли, Волоколам, так мы за него и отвечать будем. Конечно. Сегодня они собирались. вот так ситуация, на круглой сон, да? А Лазарева, главу города, да? Даже не пригласили. Вообще. Они три дня, говорит, собирались. Вот я говорю, Алексеевич, пойдешь? Он говорит, я не пойду. Ну как я пойду? Меня не пригласили сюда. Вот он инстренный, глава района, администрации города. Ребята, за 40 тысяч две администрации. Это че-то. Да, сюда заходите сдавать. Скажите, а я могу, не могу. Я могу. Вот протесты, вот они люди. И это неправильно, кстати, говорит, какие нас, нас тут мало. Нас немало. Давайте вот так, поговорим, кто в городе, а кто против вот нашему протесту. Все, все за протестом. Все. все за протестом. Если надо, что-нибудь забрать. Если надо, что-нибудь забрать. Как-то. 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 Не будет. Не будет. Сейчас бизнес в стране. Убит. Убит. Просто убит. Все поделено, все раскрошено. Я думаю, да. А в понедельник с нас... Налогами. Сейчас налоги уже нам собираются добавлять. Да, он еще, он еще, инакурации нет, нам уже налоги добавляют. Но где его слова, которые говорят, что мы добавлять не будем. Да не налоги, а поборы уже в стране. Да, да, да. У нас много собираются. Просто в том, что не у всех есть деньги на это. Ну, дожили. И мне вот... Ни работы, ни зарплаты, ни чипс. Это надо доехать. Я сейчас... Последний раз. Извините, ходил на улицу. И так же. Идем в дом. Да. Из родняка. Помоги. Да вообще какой-то ужас. Подоживая колька будет. И это по всей разе. Даже не знаем, сажать теперь. Сами ручками сейчас на огород пойдем. Какой короткий? Теперь не знаем, какой огород будет. Такими выбросами. Какой там... Что будем есть там? Пить что будет. А вас позаботитесь, не переживайте. Сыры у нас какие хорошие? На грибы, пармезан. Пластмассовый пармезан. И рис с пластмассовым. Чип нам остался. Искусственные яйца китайцы нам уже готовят. Правда лес забирают с Дальнего Востока. Вы в курсе, что творится сейчас? Да мы это в курсе. Байкальский. Все вывозят. Вывозят тайгу. Там люди все уничтожают население. Нас здесь травят сверху. Перейдем голосовать. Блин, народ, вы что чудные что ли? Нас действительно посыпают вот чем-то. Кстати, вот насчет посыпания я уже сколько раз смотрела. Позавчера шла. Когда солнечко было. Да, два дня назад. Прям вот, ты знаете, эта туча, самолет прилетает, и вот эти тучи вот так расходятся, расходятся. Это газ, это отрава. Отравили с чего? Чтобы у нас ничего-то не росло, и мы закупали где-то, не поймешь, в каких-то там заграничных семинах. Они же все научились. Да нет, там все. Просто это страшное дело. И никто этим не отвечает, никто не отвечает. Это вообще какое-то такое ощущение, что мы не в стране своей живем, а где-то нас, колония какая-то, нас собрали, есть куча. Оно решение, в принципе, все на поверхности решение. Полностью. Просто надо слушать людей, но тогда придется тратить деньги, которые они в карманы себе распихивают. Вот и все. Не обожрутся они этими деньгами? Нет, нет. Да ничего не появилось там варить. Мне нравится, как раньше говорили. Ну, вот придут новые, они опять будут воровать. Да у этих нету дна вообще. Они всю Россию готовы вытащить. Всю. Мне вообще очень понравилось. Ну, давайте, давайте, свою домой, домой. Как это домой? Кто-то выбирал, почему? Бурачков-то много нас смотрят. Первый канал, второй. НТВ, что показывает? Я все равно думаю, что это... Что, едим, не поймешь с чего? Ну, одну химию. Какое-то пальмовое масло с рот такого не знали. Да, никогда не было. С нашей землей-то, с нашей землей-то. Сейчас вьетнамцы вам сделают. Вьетнамцы. Уже сделают там. Обворовали. Тоже не успели все открыть. Уже обворовали. В обшор уже. Лавина раскидали. Ничего, они еще привлекут. Сейчас масло будете есть свое. Да, я думаю, что не придется нам пожрать этого масла. Какой-то караванок-то кормил. Всю Россию проздали. Слышали, да? Ткачев, я же прочитал сейчас. Ткачев, министр сельского хозяйства, обворовался у России, забрал всю землю себе. Ушел в семью. Он в семью ушел. Такие у нас были колхозы, совхозы, заводы. У всех хватало работы. А теперь ездим в Москву, за три копейки работают. Чтобы решить проблему с мусором, им нужно, вот сейчас я читал, специалисты пишут, порядка 50 миллиардов. Да, к себе, половина себе, половина. То есть это строительство заводов перерабатывающих. Ну, деньги отмывания, отмывание денег. Нет, 50 миллиардов, да, надо. Но их никто не выделяет. Месяцами вот у нас, вот гоняют нас, да, мы опять сюда приходим, из пустого порожня переливаем. И потом говорят, мы слышим народ. Объясните, кого вы слышите и где? Ну да. Ну да. Вот и все. И это все не уберут, потому что бабки-то за это уже заплачены. Они уже заплачены. А их надо отрабатывать. А у них в их кругах положено отработать. Поэтому нам сюда и ОМОН пригоняют, и кого больше. Вообще, как будто это, как не в своей стране. Нет. Какая ваша страна? Вы что? Ну, правильно, говорит, а что вы хотите-то? Вы уже все, колония. Будем делать проводки для какой-то швейц, каких-то там, кто там, швейц, откуда там. Да пусть будем делать проводки, это нормально. Да, там не все, а что-то будем делать. Только не для себя. Если мы не можем сделать сами полный цикл, давайте делать проводки. Ну, давайте делать. Ничего не умеем делать, да. Марина Юденич в своей статье писала, что сегодня рекультивацией полигона займется уже какая-то голландская компания. И то, что заключены договоры с каким-то гражданским обществом, но то, что подвоз... Ну, гражданское общество. Ну, Марина Юденич в своей статье так говорила, говорила с лидерами протеста гражданского общества, сокращаем подвоз мусора в два раза. Эти, вот, можно говорить, что вас устраивают? Вы ночью здесь постоите. Город уже сказал свое мнение по этому поводу. Свалку закрыть, перенести, переносить. Город, люди, вот они, вот гражданское общество. Давайте у них строить. Зачем у нас подвоз? Вы начнете один разочек дома у нас. Четыре часа, полюхайте воду. Если не водят, вы всегда строят подвоз. Как у вас здесь на груди будет? Хорошо или плохо? Эта свалка работала на город, на наш город, на Латышино и Шкашку. Латышино, кстати, свою свалку собирается открывать, сегодня я вот узнал. Мэр их не говорит, мы свою откроем. Когда закладываются в груди и решать ничего. Но если они рассчитали то количество мусора, которое они производят, не повлияет на экологию, но они открывают на здоровье. Ведь много лет люди все живут, мы же все родились здесь. Когда у нас пахло свалкой? Да никогда не пахло. Когда у нас три района, никогда не пахло. Местами, вот такая в мире, где я живу, небольшая была. А мы не успевали ее наполнять, а она перегнивала. И что сейчас творится? За сколько, за полгода, дай, ее построили? Да, витейдаж. Вы собираетесь предпринять политические требования на митинги? Они уже выдвинуты давно. А какие? Я же только что их озвучил. А, извините. Закрыть? Закрыть. Это не то, что, я не знаю, что это вообще политика, я не пойму. Она из чего, что такое политика, давайте так. Вот многие говорят, не политизировать процесс не будем, не будем. Мы просто просим одно. Власти области нас услышать, убрать отсюда всех пришлых, оставить человека нашего, любого. Да, убрать эту свалку отсюда, да, не гадить, не убивать нас. Это же нарушение Конституции. Нарушение. Насрали, уберите. Нет других требований. Вы верите в то, что власти пойдут? Но их никто не выполняет. Так вот я вас и спрашиваю, это политика или экономика? Я считаю, что это политика, потому что политика начинается всегда там, где есть люди. Ну вот тогда мы свои требования вам и сказали. Вы верите в то, что власти пойдут? Мы вообще ни во что не верим уже. Мы не верим. Власти совершенно не верим. В экологию за властью мы не верим. Ага, и вы собираетесь стоять до конца? Да, да, да. А надо посчитать. А нам уже не остается. Нам или туда, два метра в землю, или ходить здесь, будь чё. Всё, отпускают. Ещё неизвестно, как всё это. Жизнь человеческая, она лет 70-80, да? А нам сократили уже. Уже сократили. На Канарах мы дома не перекупили, нам не у вас не будет. Я желаю вам удачи. Спасибо. Ленокса, издание правое. Всего хорошего. До свидания. Помогите нам там. Сотом. Куда выезжать? Помогать должны мы сами себе. Никто нам не поможет. Он и нам. Спасение утопающих, да? Да. Нам помощников прислали уже. Они поют там хорошо по телевидению. Как поют? Они и так поют хорошо. Там сказочное. Всё нам обещают. От этих поющих. В итоге получается. А? А? А когда выборы будут у нас? Как грустно. В сентябре, по-моему. В сентябре этого года, да? К сожалению. Ну если опять ватники пойдут голосовать, блин, за вот этих вот пришлых. Губернатор сказал. Да кто такой губернатор? Я вам больше скажу. Вот в этой ситуации губернатор-то он ничего не может решить. Он кто? Он взял деньги и контролирует нас. Всё. Там немножко другие ребята занимаются. У меня такое ощущение, что когда нам присылают Кузачков, это как вот при Иване Грозном генерал губернаторов там накормление, накормление. Конечно. Накормление ставит. И они кормятся. Технологий очень много. Прислать вам какого-нибудь лидера там какого-нибудь там. Собчак вот нам прислали. Да? Это самое. Это вам просто вот успокоить. Пену снять. И так не поняли? Вам другой метод сейчас. Мы сейчас поставим вот этого, который мы им настрать у нас на всех. У него есть своя охрана, они сейчас будут заниматься этим. То есть вы нас мешками кидаетесь, мы вам боевиков кинем. Вихреева вам раскинули. Ой, никто уже ничего не боится. Человек с плохой репутацией на нас там поставили. Вихреев развалил Лосина Петровская, а нас давалит вообще. Вы поговорите вот где, если уж коснулась речи этого персонажа, вы поговорите с людьми, которых где он там правил, что он творил. Когда власть захотела... Ну, в пусть уже почитали, да. Когда хотела развалить, его туда вызвали. И нам сейчас их прислали. А Гаврилова, наверное, туда отправили. Задается один простой. На хрена Козе Баян. У менялись. Мы нам прислали. У меняли, да. Шило на мыло. Вот когда люди это поймут... Вот когда поймут, совсем будет другое. Тогда будет гражданское общество. Когда мы поймем, нас уже вообще... Когда нас услышит кто-нибудь. А сейчас бесполезно. Не, ну я смотрю, люди уже понимают, уже доходят. Начинают, да? Через лёгкие начинают доходить. Наверное. Через голову. Да, да. Голова заболела, начинают доходить. Слава Богу. Ты там про политику спрашивал, где он подал делать? А он ушёл. Он уже ушёл, пожелал нам удачи и ушёл. Нам все желают удачи. Не надо нам удачи. Нам только получше и свежее. Нам никто не желает, только удачи. Он сказал, что он в курсе. Точнее, Песков сказал, что он. Песков сказал. Они все давно в курсе. Я не являюсь.